Третья лекция Это основа иммунотерапии при опухолевых заболеваниях и иммунотерапии при раке легкого. Как обычно, благодарность за слайды некоторым людям. Я решил вернуться буквально на три слайда к вчерашней лекции по биомаркерам, чтобы закончить, показать какие-то новости по биомаркерам. Это пример, как тестирование молекулярно развивалось на примере одного центра в Бостоне. В начале 2000-х годов мы тестировали минимально, только появилось сначала тестирование на мутации EGFR, эпидромальный рецептор. И потом, по мере развития трагедной терапии, стали тестировать ALK и ROS-1. И в последние 3-4 года почти 100%, ну, большое количество тестирования, точнее, это уже на PD-L1 в связи с появлением иммунотерапии. Здесь просто слайд, который напоминает, что основное тестирование, которое появилось, да, это тестирование с помощью ПЦР или с помощью секвенирования нового поколения на ДНК. Но в последнее время, вот в связи с появлением, в том числе, PD-L1 тестирование, это иммуногистохимия, белок, да. И некоторые компании сейчас, которые делают такое комплексное тестирование, в том числе, они делают секвенирование РНК, в том числе, по биомаркерам, так сказать. Ну, в основном направлены на нахождение мутаций, вот, в первую очередь. Еще тоже слайд о новых видах тестирования, это пример, здесь приводится недавняя публикация, это тоже, ну, это одно из испытаний оси мертениба или тагриса, это препарат третьего поколения для рака легкого с мутантным EGFR. Здесь это еще, как бы, ну, 4-5 лет назад испытание проводилось. Они тестировали, это Гарвард, они тестировали в Гарварде с помощью, так называемой, DD-PCR, то есть, это Digital Droplet PCR мутации. И интересно, что здесь они нашли, что примерно у третьих больных они нашли, что у них было негативное тестирование самой опухоли, например, от T790M, но позитивное оказалось с помощью этого теста. И причем ответ на терапию был примерно такой же, как у тех пациентов, которые были позитивны в самой опухоли. То есть, как бы, это сейчас активно развивается, но платформ их не одна, их много, этих платформ по тестированию, то есть, опухолевой ДНК из плазмы больных. Это вот один пример, коммерческая платформа, мы тоже ее применяем. Это Гардент 360, это панель, сейчас она 73 гена. Значит, в данном случае это недавнее исследование, вот недавно опубликованное в конце 2018 года по тестированию сравнения тоже опухолевой мутации, которая с помощью обычных тестов и то, что из плазмы. И они показали, что примерно, если они используют только тестирование опухоли, то с помощью этой платформы Гардент 21% у них было нахождение мутаций, а если они добавили тест из плазмы, то у них это выросло до 36%. То есть, некоторые, вот эта группа была, да, где у них, ну, только в плазме они нашли эти мутации. И в том числе, какие преимущества? Один преимущество, одно преимущество, то, что вот если негативный он был в опухоли, был и позитивный в плазме. Можно найти таких пациентов. Другое преимущество, это то, что в некоторых случаях, ну, нет просто биопсийного материала, чтобы делать тест, а они могут из плазмы, ну, получить результат. В таком случае не нужно делать биопсии. Теперь мы перейдем к иммунотерапии. Сначала общее введение по иммунотерапии рака. Догма иммунотерапии – это то, что, чтобы развиться, все опухоли должны, большинство опухолей, по крайней мере, должны каким-то образом инактивировать или избежать иммунной системы человека. И цель иммунотерапии – это то, чтобы восстановить способность иммунной системы распознавать и уничтожать раковые опухоли. Здесь слайд с историей иммунотерапии. На самом деле, первым, которым я описал иммунные инфильтраты в опухоли, был Верхов. Это известный немецкий патолог, который много что описал. Но в том числе он тоже нашел, что есть иммунные инфильтраты. Значит, иммунотерапия дальше… Ну, у меня потом будет слайд по токсинам коле, так называемым. А развитие иммунотерапии было очень медленным. То есть только в 80-х годах появился интерлюкин, который использовался для меланомы и рака почки. И вакцина БЦЖ появилась тоже, где-то конец 70-х. И в последнее время тоже появилось вакцинирование для HPV-вируса. Вакцина появилась. И, наконец, где-то 2011 год, это появились первые препараты моноклональные антитела для лечения больных. Помимо этого, еще был опыт тоже 90-е и 80-е годы. Это использование эндорферона для некоторых заболеваний гематологических. И также мы использовали раньше, и сейчас тоже иногда используется, это инфузия донорских лимфоцитов при некоторых тоже заболеваниях, в том числе хронического мелолейкоза. Это тоже вид такой иммунотерапии. Но вот современные – это моноклональные антитела, которые появились в 2011 примерно году. Одни из первых попыток иммунотерапии были предприняты в Нью-Йорке в конце XIX века. Вильям Колли был хирург, который заметил, что он оперировал сарком, пациент саркома, которым на тот момент не было ни химиотерапии, ни лучевой терапии. То есть он заметил, что некоторые пациенты, у которых были кожные заболевания, например, инфекционные заболевания, ризепил, у некоторых пациентов регрессировали саркома спонтанно. Поэтому он выделил материал из бактерий, он делал инъекции. И у некоторых пациентов тоже он мог делать ремиссии с помощью этого метода. То есть это была первая такая примитивная иммунотерапия. На тот момент также Илья Мечников и Пол Эрлих в те же годы получили Нобелевскую премию. Но это была больше иммунотерапия при инфекционных заболеваниях, при других механизмах, не при раке. Я уже об этом говорил, но прогресс в иммунотерапии был крайне медленный. То есть были попытки первых вакцин, также Интерферон и Интерлюкин-2, но они токсичны или не очень эффективны. И в целом иммунотерапия очень медленно развивалась. В 2006 году были тоже публикации, это еще до иммунотерапии самой, но это было интересно. Например, при колоректарном раке мы используем стадию первую, вторую, третью, четвертую стадии. Но Джером Галлон из Института Инсервен во Франции показал, что если считать Т-клетки и иммуноинфильтраты, это опухоли, которые уже удалены пациентам, как правило. То есть большая часть пациентов здесь первой, второй, третьей стадии, хотя тут были тоже пациенты из четвертой стадии. То если считать эти клетки, то можно улучшить классификацию и рассчитать выживаемость больных. То есть, например, если вы посмотрите в середину слайда, то видно, что некоторые пациенты с первой стадии, их можно разделить на пациенты, у которых была высокая инфильтрация, у них хорошая выживаемость. А у тех, у которых не было инфильтрации, низкая, у них выживаемость такая же, как при третьей стадии. И наоборот. Некоторые пациенты с третьей стадии, у них выживаемость не очень хорошая, но если у них был иммуноинфильтрат, у них выживаемость почти как у первой стадии. То есть это как бы и он пытается сейчас, на самом деле, Джером Галлон пытается, там большой консорциум международный, они пытаются протолкнуть это вообще чуть ли не в классификацию уже рака кишки и использовать ее в качестве биомаркера, да, вот, допустим. Значит, что же представляет собой иммунная система, да, есть, как бы, врожденный иммунитет такой, более простой, так сказать, первая линия защиты, что называется, есть адаптивный иммунитет, да, более простой это клетки наподобие нейтрофилов, макрофагов, дендритные клетки тоже и НК клетки в этом участвуют. Вот, они, как бы, распознают и борются, так сказать, с инфекциями и в том числе могут участвовать в противораковых ответах. Адаптивный иммунитет более сложный и там участвуют в основном это Т и Б клетки. Б клетки вырабатывают антитела против, в том числе, может быть, против раковых клеток, но и других, и патогенов. Т-клетки являются основными, так сказать, тоже участниками адаптивного иммунитета. И адаптивный иммунитет, он имеет функцию тоже памяти, то есть они могут запоминать антигены определенные и уничтожать, так сказать, бактерии или раковые клетки, к примеру. Еще раз тоже про немножко более про адаптивный иммунитет здесь, да, то есть опуховые клетки, у них экспрессируются различные антигены. И есть клетки, то есть Б клетки, они, как я уже говорил, делают, производят антитела. Т-клетки могут распознавать, уничтожать опухолевые клетки. Н-клетки также могут участвовать в этом процессе. И важную роль играют антиген-презентирующие клетки, которые поглощают антигены и могут их презентировать в том числе к Т-клеткам. Вот на правой половине слайда вы видите пример дендритной клетки, это антиген-презентирующая клетка, которая презентирует эти антигены Т-клетки. Это очень важная часть адаптивного иммунного ответа. Вообще цикл ответа к опухоли, он, это несколько этапов. Первый этап, это опухоль сама создает какие-то антигены, которые презентируются к антиген-презентирующим клеткам и дендритным клеткам в самом числе, которые в свою очередь презентируют их к Т-клеткам и другим типам клеток. Дальше происходит миграция Т-клеток в саму опухоль, это происходит, как правило, в лимфоузле. Дальше происходит миграция Т-клеток в опухоль и дальше они инфильтрируют саму опухоль Т-клетки. И в конце концов они распознают раковые клетки, вот в этом участвуют опять же эти самые Т-клетки. И в конце концов Т-клетки убивают раковые клетки. И сейчас используется в основном то, что разрешено к применению, это ингибиторы CTLA-4, которые именно работают больше на лимфоузле, то есть они работают на стадии, где эта клетка взаимодействует с антиген-презентирующей клеткой. А второй класс препаратов, который более распространен, это PD-L1, PD-1 ингибиторы, которые именно работают на этой стадии, где Т-клетка уже распознает опухолевую клетку. Это слайд, который показывает саму Т-клетку, и на ней находятся активирующие или ингибирующие рецепторы, которые регулируют активность Т-клеток. И существующие препараты, которые разрешены к применению, то есть это ингибиторы CTLA-4 или PD-1, это ингибиторы ингибиторов, то есть они блокируют ингибирующие рецепторы на Т-клетке. То есть когда они используются, эти препараты, то есть Т-клетка активируется. Разумеется, сейчас происходят клинические испытания с более чем 20 препаратами, которые в основном направлены именно на активацию Т-клеток. То есть они либо ингибиторы ингибиторов, либо они активируют вот эти активирующие рецепторы на Т-клетке. В плане типов иммунотерапии есть, как я уже только что мы говорили, есть вот эти моноклональные антитела, которые широко применяются. Сейчас появилась новая технология, это карта клетки, когда если известен какой-то антиген на поверхности раковой клетки, как правило это CD19, но есть и другие антигены, которые пытаются использовать. То есть технология такова, что нужно собрать Т-клетки от больного с помощью люкофереза, трансдуцировать клетки с помощью вектора, и дальше эти Т-клетки уже могут распознавать эти опухолевые клетки. Но это дорогостоящий процесс, в основном он пока что при гематологических заболеваниях используется. Также используются некоторые вакцины с переменными успехами, и появились новые классы антител, тоже это бифункциональные антитела или антитела, конъюнгированные с ацитоксическими агентами, которые, ну, как бы, относятся, их можно относить к иммунотерапии, можно к химиотерапии, но, как бы, такие технологии есть, тоже развиваются. Какие преимущества иммунотерапии? И преимущества, значит, что она, в общем-то, действует везде, так сказать, в теле пациента, да, она специфична, она универсальна, то есть можно практически для любых раков придумать иммунотерапию, и также есть память иммунотерапии, то есть если, скажем, таргетная терапия, нужно постоянно ее применять, то иммунотерапия не обязательно все время, то есть можно пройти курс лечения, там, скажем, там, 6 месяцев, 1 год, там, и так далее, 2 года, и на этом можно остановиться. В 1996 году была впервые показана на модели, вот эта мышь, это модель, ну, там, мышь, да, и это модель рака кишечника, что использование, то есть можно с помощью сетелоид-4 избавиться от рака на модели машины. Вот, и сетелоид-4, как я уже говорил, это препарат, который блокирует именно взаимодействие Т-клетки с антиген-презентирующей клеткой, то есть он блокирует это взаимодействие, и именно так он работает. И первое испытание, то есть это заняло где-то 15 лет, порядка 15 лет, да, с появления приклинической модели на мышах до клинического испытания, когда показалось, ну, было показано, что этот препарат работает при меланоме. Это было начало всех этих ингибиторов, где-то 2010-2011 год. PD-1 и PD-L1, то есть я уже говорил тоже, что это взаимодействие Т-клетки с опухолевой клеткой, и как бы блокирование, то есть PD-1 или PD-L1 ведет к тому, что Т-клетка активируется, и она может распознавать опухолевую клетку. То есть, как стало ясно, большое количество опухоли экспрессирует PD-L1, и таким образом это главный механизм, как они блокируют Т-клетку. То есть, если он экспрессируется в отсутствии этих ингибиторов, этих иммунопрепаратов, то есть Т-клетка просто, как бы, она не может активироваться, она не может ничего сделать, если опухоль экспрессирует PD-L1. Блокирование взаимодействия PD-L1 и PD-1 блокирует, как я уже сказал, активацию Т-клеток. И когда мы блокируем PD-L1 и PD-1, то мы восстанавливаем функции Т-клеток таким образом. В конце прошлого года Джим Алисон и Тасуку Хонжи получили Нобелевские премии за открытие чекпоинтов. То есть, ну, на самом деле здесь Джим Алисон, он, как бы, наиболее известный, и он открыл первый рецептор, это Ситело И4, он его клонировал. Вот, и он также сделал первое вот это вот антитело, и пилибомап было на основании его работы. Вот. Ну, они, и Тасуку Хонда у нас в Японии, то есть он клонировал PD-1. И большой прорыв, так сказать, в клинической медицине произошел в 2012 году, когда были опубликованы первые данные по первому ингибитору PD-1, неволюмап. Значит, это было первое, это было большое очень испытание первой фазы. Интересно, что, то есть ответ был виден при раке легком, меланоме и раке почки у таких пациентов, а у пациентов с раком простаты или раком кишечника ответа не было. Вот, это было первое такое известное исследование. Сейчас уже, как бы, известно, что при большом количестве заболеваний, в основном это солидные опухоли, то есть PD-L1 и PD-1 ингибиторы имеют существенную активность. Ограничение их активности в том, что только от 10 до 30 процентов в среднем больных отвечают на эти ингибиторы. Эти ингибиторы тоже вызывают побочные эффекты, то есть самое частое это гипотиреоз, который легко лечится. Есть более серьезные тоже осложнения, могут быть это колиты различные, там, поносы, колиты. И также здесь не указано, но, в принципе, может быть воспаление в любом органе, то есть может быть там гепатит иммунный, может быть пневмонит, который здесь указан и так далее. То есть обычно эти побочные эффекты лечатся стероидами. Но в целом переносимость этих препаратов всех, она существенно лучше по сравнению с химиотерапией. То есть, к примеру, я всегда пациентам привожу пример, что Джимми Картер, у него четвертая стадия была меланома, и он, ну не знаю сейчас, но он несколько лет лечился препаратом Китруда, пембролизумаб. А Джимми Картер уже 90 лет. Значит, насчет биомаркеров. Опять вернемся к биомаркерам. И здесь приведен пример, это старый слайд, но это первоначальные все эти испытания, в основном в различных солидных опухолях. Как мы видим, если у пациентов они позитивны были по экспрессии PD-L1, у них выше ответ. Но как мы видим, у пациентов, у которых опухоль негативна, по PD-L1 тоже был ответ, но просто меньше. То есть, это не идеальный биомаркер, то есть, есть другие факторы, которые регулируют ответ к иммунотерапии. Еще одна проблема в том, что сейчас большое количество компаний, это пример пяти основных ингибиторов PD-1, PD-L1, в каждой компании используются различные платформы для тестирования, то есть, используются в основном DACA или Vintana. Это различные антитела, вы можете видеть, в каждой компании свое любимое антитело, например. И плюс еще, например, некоторые компании, например, Roche, Genentech и, я не помню, кто выпускает, VLMAP, но они используют, допустим, окраску и опухолевые, и иммунных клеток. А в большинстве компаний других, допустим, Merck, Bristol-Myers или AstraZeneca, они используют только, они только окрашивают, они смотрят только на мембрану. В клинике мы используем только вот этот тест в основном. То есть, это тест 2.2.c.3, это тест, который сделан на Китруду или Пембролизума. И плюс еще одна сложность, что компании используют различные точки, когда они считают позитивность, например. То есть, вы видите, что здесь, например, с Пембролизума, с Китруду, они считают позитивность 1% или выше, и высокая экспрессия – это 50% или выше. Но если вы возьмете, допустим, AstraZeneca, то у них, они считают только 25%, у них считается позитивность. Ну, по крайней мере, относительная позитивность. – Процент клеток? – А? – Процент клеток, да? – Процент клеток? – Процент клеток, да, просто на слайде, то есть считается, то есть обычная иммунгиста химии считается процент клеток, да. То есть, в общем-то, достаточно запутанно с различными компаниями и различными процентами, да. Новый биомаркер, который появился несколько лет назад, тоже – это количество мутаций. Но это неудивительно, потому что чем больше мутаций, тем больше шанс, что будет иммунный ответ. А здесь вот на примере, это было первое исследование такого рода, то есть здесь пациент, у которых был бенефит существенный от иммунопрепаратов, то есть либо ответ, либо отсутствие прогрессии более 6 месяцев, в среднем у них было 300 мутаций на опухоль. Но это делалось с помощью полного секвенирования такого всего генома. Вот. А пациент, у которых был хуже ответ, у них где-то в среднем было 150 мутаций на опухоль. Вот. Это пример тоже одной из статей, которые появились еще до этого. То есть, как бы, различные опухоли имеют различный уровень мутаций. Это количество мутаций по оси Y на мегабазу и различные опухоли. То есть больше всего мутации обычно где-то в меланоме, например, в этом исследовании, да. Вот. И вот я люблю показывать этот слайд. Это корреляция между ответом на иммунопрепарат и количеством мутаций в расчете на мегабазу. Значит, здесь... Вот так, у меня потерялось здесь цитирование. Но это публикация из Джонс Хопкинса. Она публикована в New England Journal of Medicine где-то в 2017 году. Вот. Как вы видите, здесь больше всего, как бы, меланома, она наиболее, одна из наиболее таких вот иммуногенных опухолей, которые хорошо отвечают на иммунотерапию. То есть в ней много мутаций, связанных с ультрафиолетовыми лучами и мутациями с этим связанных. Вот. И высокий ответ. Например, рак легкого где-то в середине находится. Некоторые опухоли, например, рак поджелудочной железы. Там очень низкий уровень мутации, и практически они не отвечают на иммунотерапию. Насчет, опять же, развития, опять вернемся к биомаркерам по плазме. То есть сейчас только в начальной стадии это находится, но, тем не менее, есть уже публикация по, опять же, тестированию опухолевой ДНК из плазмы. То есть они делали вот здесь, они могли у 70% где-то больных сделать, то есть прогнать этот тест на плазме, посчитать ТМБ. ТМБ обычно там нужно секвенировать определенное количество генов, то есть обычно это минимум 200 различных генов, 250, чтобы получить этот результат. Но, тем не менее, вот они смогли, и вроде бы у них получалось, что тоже пациенты с высоким, 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 высоким ТМБ, то есть это ТМБ, то есть это нагрузка мутаций, да, в расчете на мегабазу. Опять же, больше 16 мутаций у них был улучшен ответ, да, но это в начальной стадии. То есть коммерчески он пока не, мы не можем использовать этот тест пока что. При раке легком, в частности, курение может быть, как бы, служить тоже потенциальным биомаркером, потому что у курильщиков опухоли с большим количеством мутаций. В целом у курильщиков высший ответ по сравнению с некурильщиками. Вот еще, как бы, тоже это связано, опять же, с количеством мутаций. Вот недавно, то есть были публикации и были тоже разрешения к применению пембролизумаба, связанные с колоректальным раком, в котором происходит мутация несимметричной, в генах, которые отвечают за репарацию несимметричных спариваний ДНК. Вот, у этих пациентов это где-то 5%, это небольшой процент. Большинство пациентов с колоректальным раком, у них нет ответа на иммунопрепараты, но у этих пациентов в среднем, например, 1700 мутаций на опухоль, то есть это очень большое количество мутаций. И, как вы видите, здесь именно пациенты, когда они делали испытания с обычным колоректальным раком, они не отвечали на иммунопрепарат, но пациенты, у которых были вот эти мутации в этих вот генах, которые репарируют ДНК, у них был хороший ответ, и в 2017 году, впервые в истории, FDA разрешила пембролизомаб или кетруду к применению для любого пациента, у которого есть мутации в этих генах или отсутствует их экспрессия. То есть сейчас вот любой пациент, который, если мы находим такой дефицит, вот этот ММР-дефицит, да, с помощью тестирования, то им можно применять пембролизомаб или кетруду. Это PD-1 ингибитор. И основные факторы ответа на иммунотерапию, их можно так, если в упрощенном, если упрощенно смотреть на это, то есть опухоли, которые как бы воспаленные, есть невоспаленные. Что значит невоспаленные? То есть это еще имеется в виду до начала использования иммунопрепарата, но если мы смотрим на опухоль, то есть невоспаленная опухоль, там обычно мало-то клеток, там отсутствует PD-1, экспрессия PD-1, там обычно это опухоли с малым количеством мутаций, и там отсутствует вот этот процесс презентации антигенов. А в воспаленной опухоли, так сказать, там большое количество это клеток, там идет антигенный ответ, обычно это опухоли с высоким PD-1 или большим количеством мутаций. Это тоже слайд показывает, что в последнее время, то есть большое количество разрешено применению этих препаратов при различных видах опухолей. Ну и этот слайд тоже, это как бы иллюстрирует то, что золотая лихорадка, так сказать, в иммуно-онкологии, она продолжается, здесь более 2000 различных препаратов находятся в разной стадии развития, скажем так, и в разной стадии клинических испытаний, и большое количество из них, как вы видите, это приклинические испытания вот этих препаратов различного класса. Буквально два слова по адаптивной Т-клеточной терапии. Вот эти карта-клетки, то есть они используются при лейкозах лимфомов, лимфомах прежде всего, хотя есть, начались испытания изначальные и в солидных опухолях также. Это требует, опять же, сбора Т-клеток с пациента, трансдукции Т-клеток с помощью каких-то опухолевых антигенов и обратной реинфузии этих клеток. Это карта-клетки, это химерный антиген-рецептор Т-клеточной терапии, сокращение. И наиболее известный это CD19, антиген, который используется при лимфомах. Теперь мы уже переходим к иммунотерапии при раке легкого. Значит, первое, то, что испытание первой фазы, то есть есть уже пятилетние данные по выживаемости, и у них в этом испытании была 16% выживаемость. Это существенно лучше, чем раньше выживаемость была, ну, при четвертой стадии была порядка 2% с химиотерапией. То есть 16% – это уже прогресс, и есть надежда, что эти показатели будут улучшаться с течением времени. Значит, этот слайд показывает, что в 2015-2016 году были опубликованы результаты испытаний третьей фазы с тремя ингибиторами – с неволумабом, с пембролизумабом и с отезолизумабом. На основании всех этих результатов они все были позитивные, они все были разрешены к применению. И на примере одного из них – это отезолизумаб от Genentech Roche. Здесь чем больше экспрессия PD-L1 на опухолевых или иммунных клетках, тем выше у них шанс ответа на этот препарат. Та же ситуация с экспрессией PD-L1 наблюдалась в этих испытаниях. Это было огромное испытание первой фазы с большим количеством пациентов от компании Мерк. Они быстро поняли, быстрее всех других конкурентов, что пациенты, у которых 50% экспрессии PD-L1, у них очень хорошие результаты получились. И на основании вот этого испытания, это было первое, Keynote 1, они сделали Keynote 24. 24-е, оно сравнивало пембролизумаб с химиотерапией, которая на тот момент была стандартом для всех пациентов. Только для пациентов с 40-м легкого, 4-й стадии, у которых было 50% или выше экспрессия PD-L1. И у них пембролизумаб он выиграл по сравнению с химиотерапией. То есть выживаемость 1 год, то есть выживаемость без прогрессии была 50% по сравнению с 15% с химиотерапией. То есть большая разница. И выживаемость, ну, общая выживаемость, как правило, это немножко сложнее, и нужно ждать дольше, но, по крайней мере, на 12 месяцев уже у них была, то же они выигрывали, 70% против 54%. На основании этого в 2016 году американская FDA разрешила применение пембролизумаба у пациентов, у которых экспрессируется где-то 50% PD-L1 или выше. Значит, как я уже говорил про мутационную нагрузку, это до сих пор еще не разрешено официально к применению, но вот есть данные, допустим, здесь, что пациенты, у которых было высокое количество мутаций, то есть они определили это как более 10 мутаций на мегабазу, у них были тоже лучшие показатели по сравнению с химиотерапией. И наоборот, если у них низкое или среднее количество мутаций, то химиотерапия была лучше, по крайней мере, с этим препаратом, с неволумабом. Также, естественно, что, поскольку химиотерапия может вызывать клеточную гибель и вызывать то, что антигены будут, так сказать, появляться больше антигенов при использовании химиотерапии, то решили тоже совместить, это тоже компания МЕРК, то есть химиотерапия плюс иммунотерапия вместе. И сравнить это просто с химиотерапией, то есть у них, это было уже кино 189 испытания, то есть комбинация химия плюс иммунотерапия была более эффективна, то есть средняя выживаемость у них была 12 месяцев, это порядка около 70%, по сравнению с 50% просто с химиотерапией. И если они здесь смотрели, это то же самое исследование, по экспрессии PD-L1, то есть пациенты с отсутствием PD-L1 экспрессии от 1 до 49% и с экспрессией 50% или выше. То есть, как вы можете видеть, чем выше экспрессия, тем лучше было разделение этих кривых, да, то есть тем более эффективна была комбинация иммунотерапии с химиотерапией. Однако, как бы, даже пациенты, у которых не было экспрессии PD-L1, у них комбинация с иммунотерапией была более эффективной. И это тоже разрешено уже к применению. Значит, несколько слов по лучевой терапии. Лучевая терапия, так же как химиотерапия, она может вызывать, так сказать, разрушать иммунные клетки, вызывать то, что антигены, будет большее количество антигенов доступно для иммунной системы. И поэтому с этой целью AstraZeneca сделал дизайн этого испытания, так называемый Pacific, это при третьей стадии рака легкого. То есть, почему они это делали? Естественно, что выживаемость просто при лучевой стандарте существующем, это лучевая и химиотерапия, пятилетняя выживаемость только где-то около 20%. То есть, естественно, что нужно улучшить эти показатели. То есть, они сделали это испытание, Pacific это было испытание, то есть, пациенты заканчивали лучевую и химиотерапию, после этого они либо получали плацебо, либо дурволумаб в течение одного года. И добавление иммунотерапии в течение одного года они получали его существенно улучшило тоже показатели все эти для пациентов третьей стадии. То есть, пациенты без прогрессии через полтора года было 44% у пациентов, которые получили ингибитор PD-L1, по сравнению с 27%, которые просто получили химиотерапию с лучевой. И на основании этого, это уже стандартная терапия, она разрешена уже к применению тоже. И куда движется дальше это направление иммунотерапии? То есть, естественно, что гипотетически, по крайней мере, ну это показан пример меланомы, это может быть не будет работать при любой опухоли, но идея, что мы будем комбинировать различные иммунопрепараты и повышать выживаемость больных таким образом. Здесь и буквально уже осталось уже немного времени, я уже почти заканчиваю здесь. Просто хотела вам тоже напомнить, что есть различные форматы разрешенных применений антител в целом. И новый класс антител — это коньюгаты, так называемые, которые используются при раке молочной железы и при гематологических заболеваниях. Но это очень активное направление коньюгатов. Есть пока что только одно или два биспецифических антител. Это форма, которая более близка, я бы сказал, к иммунотерапии, потому что здесь у антитела будет как бы два момента связывания. Это какой-то опухоль в антиген, например, CD19, и CD3, чтобы привлечь эту клетку к мишени. Это тоже новое направление, и оно тоже развивается. Появились также радиоиммуноконьюгаты, которые при некоторых заболеваниях, при нейроэндокринных опухолях, при лимфомах используются. Это, в принципе, то же самое. И мы продолжаем использовать некоторые виды антител, которые, в принципе, уже не новые. Допустим, ретоксимаб, который используется при лечении различных лимфом. Это, как правило, в комбинации с химиотерапией или другими препаратами. И есть другие препараты, которые тоже активно тестируются в качестве комбинации. Это моноклональные антитела, про которые я говорил на прошлой лекции. Допустим, это антитела против VGF-A или VGF-R2, которые блокируют ангиогенез, к примеру. Субтитры создавал DimaTorzok